здравствуйте дорогие зрители и гости моего канала меня зовут юра и мы продолжаем играть момента море помню о смерти еще там помнить какой смерти ну там правда прошлой серии наш чувак чуть не вспомнил о смерти когда мася мася наш а когда он посвалился в канашку канализацию какую-то или какие-то сточные воды и в общем его выловили багру чуть ли не багром по честных сооружениях естественно естественно светлого или как у нее там фамилия я не помню ты ларочки наши метнулась прямо из леона в санкт-петербург прилетела постояла и полетела сейчас полетит по ходу обратно к себе в самый старый добрый леон дорабатывать этот рабочий день ну что ладно давайте продумай ты хочу предлагает еще происходит вообще а просто серия еще тут прикалывался 100 наполненного штампами помещения чувак там завалился давайте сходим к этой папке в комнатушечку здорово бабуся тысячи по на крустальном шаре мне туда от карты таро да она не простая ты смотри такая зашла и задумалась такая а начинать ли мне разговаривать или нет о помню еще такой такие телевизор у меня в детстве были прикольно горизонт у меня был я предложила ей купить приличный телевизор на она и слышать об этом ничего не хочет это на горизонт и не наезжай все эти предсказания таро никогда не были для меня благоприятными и как правило они сбывались а нечего было в милицию идти работать я люблю тетю на она живет в мире призраков и суеверий ее уже не переделаешь ну хорошо от зеркальце посмотрим а гляньте у него пуль дистанционного управления когда я была маленькой тетя заплетала мне косички перед этим зеркалом а мама что делала интересно ладно все чуть 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 и это жутковато извиняюсь он немного похож на сергея тебе не кажется хотя тот был повыше и со светлыми волосами не очень по-другому чуть-чуть то есть ты не будешь против если он ненадолго останется здесь конечно нет ты к нему неравнодушна я чувствую за него ответственность он попал в эту переделку из-за меня он немного странный но мне кажется вы были бы хорошей парой в самом деле макс и я нет из этого никогда ничего не получится я в этом уверена ты совсем не умеешь прятать свои мысли моя милая девочка как же тебе удавалось работать в милиции сейчас ты единственная кто принимает меня за маленькую девочку но давай на этом остановимся ты же присмотришь за ним правда и не пугай его никаких карт прикидываю бабка такая приходит на карту а пушке твоим вами и мне может быть тебе стоит изменить отношение к ним лара мы об этом уже сто раз говорили давай отложим этот разговор на потом ладно мне пора идти счастлива лариса кровь уходит надо будет еще как-нибудь заглянуть к тете ты еще не уехала ту же создал так и не оправилась после смерти сергея и не удивительно ведь это был ее единственный сын наверное поэтому она и увлекается все этой оккультный чепухой двоюродный братец помер на что произошло ладно смотри тут телевизор кстати грустно уже макс грустно когда вот так вот у людей единственное развлечение остается телевизором я там хотел все в комнате еще рассмотреть болин сын и окна в другие миры в приятные воспоминания самые темные уголки сознания мы не выбираем с у дурак сиганул были они выбирают прорубь молодец очень умняшечка еще на там шесть часов уже почти 7 четверг петербург россия а ты наконец-то встал на ноги здравствуй комрад подушку но станкович это слишком даже для тебя а я вижу ты так и не потерял склонности к детскому юмору как ты попал сюда андре мне позвонила а это андре как рассказала что мой старший брат я думаю то у станкович пришел я естественно сел в первый же самолет летящий сюда я беспокоил суши все такие вообще простые вот или просто берут в россию летают а ты тут просто не стоило тебе прилетать я по уши вляпался во что-то ужасно в канализации играешь в мудрого старшего брата я взял отпуска останусь здесь пока ты не поправишься меня заставляет заниматься этим делом милиция да это бараш почему я просто не могу отсюда убраться что же вот еще одна причина по которой я буду оберегать слушай менты сказал типа вали отсюда молодец остаюсь и . а теперь надо выйти глотнуть свежего воздуха это будет тебе полезно мне приснился ужасный сон ты помнишь как ты упал в озеро это дурной знак честно говоря у меня есть и более приятные воспоминания и разговорами о дурных знаках меня не напугаешь а теперь пойдем от того что мы тут стоим и болтаем все равно никакого толку ну пошли хамин даже за него не дали комнату и по исследовать такое вообще не дали нормально в порядке черная полоса и чего они от тебя хотят мы это долго рассказывать а у тебя здесь есть что-нибудь выпить у тебя это не у него учусь я нифига себе приехал как у себя дома вот все-таки нормалы пиво сохранить холодильники умудряешься представлять вещи настолько банальными они явно не знают вообще том как у нас живут здесь бабка не когда пиво хранить в холодильнике в банке хорошо в эрмитаж две ночи подряд кто-то проникал кроме того во время второго проникновения там оказался я а и все эти воровские шуры-муры кончились для тебя ледяной ванной лара мне все рассказала в любом случае в последний момент мне удалось увидеть похищенную картину это был мученик христиан поле дала роша это отличная зацепка теперь тебе лишь нужно выяснить кто был заинтересован в этом произведении искусства фигня это все и дело сотни торгашей обойдут за миром заинтересовала с вашими картиной круг подозреваемых слишком велик и прекрати думать как сыщик ведь ты сам занимался продажей картин ты собираешься припоминать мне это до конца моих дней стой андрея подожди ты прав это может нас к чему-то привести мне лишь нужно уточнить кто у нас специализируется на девятнадцатом веке у меня все еще остался электронный ящик моего старого знакомого мелвина он наверняка сможет собрать необходимую информацию именно потому что продавцу понадобится эксперт который оценит полотно видишь в итоге ты все поймешь давай приступать к работе спасибо ты мне очень помог подожди секунду пожалуйста я напишу мелвину а потом вернусь к тебе нам надо еще кое о чем поговорить а кстати вот сейчас осмотрел насколько я помню кухню в эту вот плиту плотно к стенке вообще по нормам ставить нельзя и забавно вот у нее здесь вешалка и сесса должны полотенчики а в это время огонь горит ну а чё там холодильник может пожать шесть может они оставили мне чего нибудь поесть все это плитка такая ныне гусора много жаль там накрутили наколбасили все так это вызывает сообщение он сообщение я не знаю пианино я плохо разбираюсь в таких вещах слушать музыку я люблю но дальше этого дела ладно скажи сразу что играть не умеешь самовар необычная вещь я возможно варвар но предпочитаю чайные пакетики и электрический чайник какое отношение чайные пакетики имеют к электрическому чайник так блокнот надо забрать ну лари он не нужен а мне может пригодиться нормально а ничего что это теткин походу блокнот блокнот он принадлежит лари или ее тетушки да на улице пащин воровской короче а давайте все таки сходим мы там побазарить от кого у серёжа щас бы говорить дорогой пойду посмотреть симпатичный комод зеркалом в оправу вставлено несколько старых фотографий а кто там на фотографиях здесь написано сергей лара говорила что он умер совсем молодым хрустальный шар неужели кто-то еще верит во всю эту чепуху карты он не знает что такое не самая последняя модель но похоже еще работает вообще не знаю что это такое доброе утро меня зовут максим дюран лара сказала что я могу здесь ненадолго остановиться конечно же я рада принимать тебя в нашем скромном доме скажи ты веришь в высшие силы судьбу нет подобные вещи я с определенного момента не верю ой что же с тобой случилось я не люблю говорить об этом ладно но раз ты ни во что не веришь ты же не будешь против если я погадаю тебе на картах ну погадай старушка ладно давай счетом рожь почему бы и нет я ваш гость поэтому не откажусь развлекись уже тогда подойди поближе и чего на ты чего удумала раскладывает там чё то оп 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 смешала щас разложено расскажу тебя ждет как в этом фаренгейте видел старшие арканы старшие тараканы прошлое настоящее и будущее и все это в двадцать одной карте мудрость столетий но я сразу признаюсь что не верю в подобные вещи можешь сколько угодно говорить что вода хватит раздавая скинемся в дураках твои твой страх не надо стыдиться очень немногие могут взглянуть в лицо судьбе без содрогания это все глупости хоть что-нибудь из предсказанного вами когда-нибудь сбылось я знала что мой сын погибнет я знала когда это случится и знала как я мне очень жаль я не знал я не хотел это все в прошлом ну и что ты будешь давай возьму карту же вот эту повешенный номер 12 планета нептун еврейская буква м.м. человек висящий вниз головой это один он принес себя в жертву во имя знания и провисел вниз головой на дереве 9 дней не повешено подвешен но потом пришло повешено это тот кто висит не головой вверх это голова в петле какое отношение ты имеет ко мне тебя ждет просветление знания но тебе придется за него заплатить 100 баксов рано или поздно как и один но тебе придется пройти испытания возьми еще одну карту я уже прошу ну точнее он уже прошел там покупался не хило так номер 6 карта вау верховный жрец он стоит на границе двух миров нашего мира и мира дух ключи от которого он держит в руках у него есть секрет но это не ты это кто-то с кем тебе предстоит встретиться с камрадом астанковичем кто-то кто знает путь следующая карта давай крайнюю вот эту возьмем мир последняя 21 карта в кабале она называется той как бы она символизирует идеальный союз но также и развитие конец цикла и начало нового короче все в мире циклично и развивается по спирали цикл не предсказать верно только не говори что ничего не чувствуешь ты стал на путь который изменит всю твою жизнь и тебя окружают опасно чтобы понять это мне не нужны карты я почувствовала это как только ты переступил ну да вообще только что не умер еще одну карту мне кажется это не самая хорошая идея выбери картовая выберу и даже не хочешь ее перевернуть хочу чтобы узнать собственное будущее но давай перевернусь посмотрите на нее без меня я ухожу честно говоря у меня достаточно собственных проблем и лишний раз меня пугать не нужно я должна перевернуть ее нет не было решено кто ее перевернет и это не я карта останется там где лежит да давай я переверну испугался дебил малолетний а там же этот братель братуха стоял давай россию слушать еще не хватало чтобы она пудрила мне мозги этой ерундой ой слушай какой смелый стал валяем чему надо что-то там в компуктере поиспалач что ты шаришься что это такое занавеска давайте глянем уже за нет ничего на полочке наркотики где-нибудь о спрей берем спрей что за спрей надо было сначала посмотреть баллончик зеленой краски его давно уже не использовали распылитель забился но может он для чего-нибудь пригодится же вор он и в африке вор вообще весь ник смотрите весь ник путешествие супер просто для супер с учвака ты что здесь стоял что она пойдем давай быстрее шевели поршней макс твой мобильник где-то под эрмитажем так что возьми этот я сохранила в нем два номера свой и останковича спасибо добавь остальные сам если хочешь не хочу еще за мобилка 5 не эриксон классника что и бонд какой-то он станут зарядила его хоть вроде зарядила давайте поиграем щас такой садится начиная там в дунчик чё а читать сообщение можно завершение сотрудничества уважаемый господин дюран ваше отсутствие на двух из трех лекций которые вы должны были почитать в нашем университете в течение этой недели говорит о том что вы не воспринимается наше предложение о постоянном сотрудничестве всерьез поэтому мы более не рассматриваем вас качестве кандидата на должность профессора нашего университета с наилучшими пожеланиями борту давай каком-то новое сообщение собирались писать мэлвина вроде да следы охотника привет мэлвин помнишь ты сказал что должен мне услугу мне нужна твоя помощь ставь гипотетическую ситуацию что тут это украл очень ценную картину я бы сочетаю потому что это только гипотеза конечно как ты думаешь где может быть такая картина спасибо письмо отравлено письмо отравлено все я хотел в думца там погонять и вообще компьютер надо выключить здесь бабушке нужно энергии я плохо разбираюсь в компьютерах они какие-то не дружелюбные да ты дуришь его я написал мелвина письмо и попросила помощи но останкович будет не рад услышать мою версию событий с монахами и украденным долларошем иди прогуляйся снова осмотрись в эрмитаже поговори с людьми освежи голову может быть заметишь что-нибудь новое что-нибудь не такое необычное так сказать что-то что понравится останковичу больше чем монахи это хорошая идея он пойдем в эрмитаж опять сходим может что найдем причем давайте я даже не знаю ну трех соснах этих чуть не заблудился что-то я уже понаблюдал два человека не буду им мешать они увлечены разговором соглашусь пойдем в зал где же ничего нет ничего давай только быстренько шевелит и порошень опять то ты такой когда неповоротливая даже не знаю как можно таким быть может задница толстая слишком привет что ты тут фотографируешь нормальная щели не пара пара по парам что блин я хотел чтобы он подбежал поближе к нему поговорить паркет определенно красиво правда он смотрится как плитка нарисован корзина какие-то фото на них одно и то же в одном и том же ракурсе фотограф наверное слегка того какие фото фотографии в корзине для мусора вряд ли мне пригодятся но однако все равно с ними можно взаимодействовать ограждение снова на месте да еще и охранника поставили что же я мог упустить вчера камера одна из камер системы безопасности да конечно же не заметил эту камеру там вообще заметил честно говоря эта крошка все видит и типа они не посмотрели записи системы слежения ну блин тут тупизм извините я случайно услышал ваш разговор сударь вам кто-нибудь говорил что ваше поведение чрезвычайно невежливо чё вам никто не сказал что вы говорите слишком громко хотел бы я знать чтобы вы почувствовали на моем месте каждую неделю я прихожу сюда чтобы изучать картину в конце коридора каждую неделю а теперь кто-то ее повредил к сожалению это иногда происходит в музеях где много народу в этом случае им надо запретить пускать посетителей еще нормальный дилища да вы что-то хотели а камеры наблюдения включены всегда конечно и все записи сохраняются конечно они могут пригодиться в любой момент их только что забрала милиция зачем я не знаю спасибо я знаю зачем да вы что-то хотели наверное нет спасибо давай драку развяжем извините случайно услышал сударь вам кто вернее я просто не мог его не услышать ваше поведение вот так не пойдет извини короче надо милицию ехать я понял я понял все давай вот сюда она берет я за не заметил вчера камеру вообще его заметил почему сразу же ну моя специфика сам я занимаюсь видеонаблюдением порой бывает поэтому давай на лестнице давай давай поэтому расстановки камер всегда меня интересуют чисто с профессиональной точки зрения ой ну почему нельзя сразу на карту выходить нужно бежать вот сюда местность нас там ждет камрад астанкович здание все кто он вообще позволил парковаться на тротуаре ну офигеть милиционеры называется беру а ты все тут блин долбишь полотен тебе что-то надо ты забрал записи ну что нашел что-нибудь я слышал вы забрали из эрмитажа записи с камер видеонаблюдения там есть что-нибудь интересное сожалению нет они отключились во время падения я надеюсь увидеть кто повредил картину закрывающую потайной ход любопытно но мы ничего не нашли что вы имеете ввиду нам не удалось получить записи которые бы велись во время взлома и никто не может сказать куда они пропали вероятно затерты наши техники полагают что это мог быть вирус но нам удалось извлечь несколько кадров из буферного файла на жестком диске где видеозаписи хранятся перед отправкой в архив естественно большая часть этих кадров бесполезно на них не видно никак была повреждена картина никто это сделал охранник должен был что-то заметить если только он в решающий момент не ушел по нужде но это хотя бы доказывает что замена делароша да ты оказался прав и в этом и повреждение этой картины связаны между собой несмотря на это вы не хотите провести более подробный анализ который позволил бы нам узнать не пропало ли той ночью что-нибудь еще я понимаю вы не хотите чтобы это всплыло наружу я могу хотя бы посмотреть на снимки с камер наблюдения может быть я найду что-нибудь интересное конечно они вон там на столе но как я уже говорил они бесполезны для тебя бесполезны для меня полезны несколько фото из эрмитажа останкович думает что они бесполезны до капитан очевидность чтобы посмотрел его и в карман молодец так досье 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 там где-то досье было моё досье единственная причина по которой я обязан выполнять приказы останкович а она давайте глянем на эти снимочки кадры с камеры наблюдения в эрмитаже морково здесь дежурит охрана в этом нет ничего подозрительного здесь картина не повреждена эта картина не пострадала что-то там такое но что там что-то еще есть восьми честно как оба на охранника нету помехи это пошли помехи мешают рассмотреть изображение помехи мешают рассмотреть изображение сейчас полдень вполне естественно что в музее есть посетители 0 изображение плохое здесь ничего сказать нельзя что изображение походу такое же как это картина не пострадала из полдень здесь что-то не так с указанным временем этот промежуток слишком но да кстати там 12 с мелочью было на этом снимке ясно видно что рама повреждена охранника здесь не было теперь он здесь наверное это именно тот момент когда он пошел в туалет дневной посетитель в музее от этого толку мало эта картина не пострадала да вот оно это наверняка заставит его признать вину между 12 0 5 5 10 7 и 12 0 6 0 7 всего 10 секунд чересчур мало времени чтобы успеть сходить в туалет и вернуться охранник явно замешан в вандализме ведь либо он сам повредил раму либо помочился в цветочной маски неужели останкович этого их кашту такого для всегда так делаю здесь стоит охранник это было до того как он отошел в туалет здесь картина не повреждена эта картина не пострадала короче картину наверно повредилась когда он попытался лезть между 12 0 5 5 10 семью и 12 0 6 0 7 всего 10 секунд чересчур мало времени чтобы успеть сходить в туалет и между двенадцатью больше ты каждый раз повторять он давайте повернем пузыркаем что-то там было такое а у лишь появляются какие штучки по кнопочке на них ничего не написано сзади он слушай а тут заметил кучу я отойду делся к снимкам и кое-что обнаружил самом деле рассказывай один кадр сделан до того как картина была повреждена а другой после охранник есть на обоих снимках но в этом то нет ничего нового тот момент когда рама была повреждена охранник шел в туалет преступник наверняка ждал этого момента мне кажется охранник лжет между первым и вторым снимками прошло всего 10 секунд и за эти 10 секунд кто-то повредил картину охранник есть на обоих снимках какова вероятность того что он пошел в туалет и вернулся имею ясно же в горшок сходил черт возьми ты прав дюран почему больше никто этого не заметил это странная очень много я бы сразу тоже на это обратил на должен признать что вы дубы сильно удивил а теперь отправляйся в эрмитаж и постарайся что-нибудь узнать об этом охранники ты узнаешь его по изображению на снимках я хочу знать каким образом он оказался во всем этом замешан ну давайте съездим я моего вызовем это оказалось о газ 24 патит нравится мне те волги давай на карту эрмитаж эрмитаж здрасте им мешать они может они знают охранника же значит не буду мешать буду несешь в зал только в зал так эти чуваки может там это влюбленная парочка нам расскажи буду вмешиваться вот корзина чё расскажет можно в корзину сходи на них одно и то же в одном и том же ра фотографии в корзине ой все а куда охранник ушел не понимаете я прошел по всем комнатам и нигде не смог найти охранника останковичу стоит узнать об этом позвонить наверное не будешь я к нему бегать да ты шутишь полковник один из охранников эрмитажа пропал растворился в воздухе что это же явное доказательство его вины ну что просто домой пошел спать продолжая изучать музей возможно ты сможешь найти еще какие нибудь сведения об охраннике мы немедленно начнем его розыск я буду держать тебя в курсе спасибо все же мечтал что что там в эрмитаже мы можем давай позвоним можности нашим чуваки сотовый нужен мне ну как я уже говорил у ларя давай позвоню чирок привет позитивного я только что думала о том что пожалуй смогу заглянуть в базу данных о которой ты говорила неофициально конечно же не нужно этого делать лара я связался кое с кем кто определенно нам поможет мне только нужно дождаться домой сейчас нужно поехать там посмотреть что то что конечно пока что разговаривал с ну как домой тети тетушке у милой молодой человек не принесете ли вы мне мою чашку кофе она должна быть на кухонной столешнице откуда этот голос о а этот не мог принести а у типа здесь вообще быть не должно нарочить вообще не видеть на дух как на наркоманская такая кружка спасибо я рада что у меня гость лара меня не часто навещает она наверное очень занята там во франции до резвиться там вообще у меня новые сообщения надо будет посмотреть их как хорошо что у тети остался старый компьютер лары лара получается здесь жила 2 карта уже перевернем не собираюсь ее слушать зевилует она пойдем в комнату прочитаем это сап а надо побазарить спасибо что напомнил я чуть было это не упустил и что мы будем делать даже не пытайся отправить меня домой вместе у нас больше шансов ты же это понимаешь правда мне кажется четко тебя я знаю не рада ведь может быть иногда я и отношусь к тебе как десятилетнему но я на самом деле рад что ты здесь ты не стыни с это не стесняйся давай иди а то что-то как-то нажимаю такой назад мнению я не пойду я боюсь этого компьютера он ко мне не дружелюбен а вы его и но сообщение пришло р следы охотнику слышать а прикольно сделано что тормозит этот это не у меня к вам тормозит это вот этот старый ком тормозит это точно заинтересует лару надо сейчас же ей написать так ладно но после том и квиты я слышал как на ой я слышал на кого ты сейчас работаешь колонны что на а станковича так что больше никогда со мной не связывайся с ошибки насчет гипотетической картины если она действительно ценная покупатель захочет проверить подлинность если один так есть один тип который раньше подделал картина теперь к нему обращаются самые богатые клиенты единственное о чем что я не знаю он использует изображение ящика пандоры в качестве своей подписи молнин спасибо зачем нам писать лари все можем позвонить кражи картин так привет лара думая из отцепка тот кто купит оригинал захочет подтвердить подлинность есть кое-кто кто оказывает такие услуги покупателям из два лишних вопросов я знаю только что он использует вместо подписи знак ящик пандоры попробую раскопать им что-нибудь мне нужна твоя помощь макс ну а блин ну ладно если не так удобнее пожалуйста международные замки тоже а станкович что ему теперь потребовалось привези мне водки конечно ответить охранник у нас хорошие новости приходи ко мне в кабинет сейчас же там мы поговорим ну ясно так кабинет я сейчас к нему не пойдусь у меня что автоматически то не полетит не полетит не забудь сказать мне когда пойдешь в какое-нибудь опасное место как я уже иду опасное место важно да мамуля я буду дома в 5 о станкович я хотя бы смог вернуть тебе чувство юмора ничего особенного в этом конечно нет но это лучше чем ничего братела ты конечно прикольный но ты надоедаешь ладно но я думаю на этом мы наши похождения пока что прекратим приостановим надеюсь понравилось с вами был юра всего вам самого доброго самого наилучшего пока пока